И всем привет, уважаемые зрители, с вами InGuar и добро пожаловать на очередное видео, а также в рубрику InGuar News, где мы делаем различные вещи. Либо мы рассматриваем различного рода новинок, это чаще всего Лего и Трансформеры, либо мы рассматриваем старинки, то есть старые серии по Трансформерам, конечно же, либо общаемся на различные темы. Мы делаем в этой рубрике чаще всего вот эти вещи. Сегодня снова мы рассмотрим очередные новинки, и чему я, конечно же, безусловно, рад. В основном у нас будет здесь много новых Трансформеров и немножечко нового Лего, но такого Лего, что ё-моё, я за этим Лего точно побегу, хоть на другую планету, чтобы только это купить. Да, будет стоить, может быть, временами, ну, очень так, прилично, да, как бы надо потратиться, но, блин, такие вещи, ну, ё-моё, Лего-Лего, конструктор конструктором, ну, это надо взять, это что-то с чем-то. Что же, давайте перейдём к рабочему столу, не буду муссулить, сейчас вы всё увидите и поймёте, о чём я имею в виду. Всё, начинаем приятного просмотра. Начнём, пожалуй, опять же, с Бамблби, да, и с новых Трансформеров. Это у нас очередной новый Бамблби по серии студии, серии по обычной, конечно же, по фильму Майкла Бэя, и на этот раз Бамблби студийный делюкс-класс по третьему фильму, конечно же. И что могу сказать, да, опять же, Бамблби, кто скажет, ну, ё-моё, ну, уже достал, если честно, этот Бамблби, но, если посмотреть на этого Бамблби, он действительно вышел относительно очень даже достойно. Как бы, руки вышли нормально, ноги тоже хорошо проработаны, и вот ощущается, вот, как будто сейчас не 2022 год, а какой-нибудь там, не знаю, 11-й год, 10-й, 9-й и так далее, то есть тоже что-то в ногах тоже шевелится. Есть подобные вещи, подвижности и так далее, что у предыдущих Трансформеров. Плюс ещё он похож действительно на себя, как и в фильме, то есть такой Бамблби, я не знаю, точно должен у вас быть в коллекции, потому что он получился очень даже хорошо, похож на себя. Вся имеющаяся детализация в фильме переносена в руку и действительно очень даже хорошо переносена. То есть голова, ну, проработана нормально, здесь тоже мне придраться не к чему, но руки, как бы, чаще всего, наверное, у таких делюксовых Бамблби в этой серии примерно такие же, но, как бы, они, может, без изменений практически, да, там, плюс-минус, но неплохо получилось. Многие тоже лично мне нравятся. Альтрежим вот такой, то есть вот такая Камаро, конечно же, ну, не знаю, может быть, должно быть больше чёрных полос, может быть, нормально, может где-то что-то чего-то. Не хватает или достаточно, ну, лично для меня обычная машинка Камаро, то есть, как бы, мы знаем, что в первом фильме она выглядела так, во втором так, в третьем так. Но, как бы, всё, что есть, вроде бы, имеется, значёчек есть, автобус, знак есть, полосы есть, нормально, хорошая обычная машинка. Не сверхъестественно, нормально и отлично. Дальше можно так разместить у себя на полочке, тоже выглядит хорошо, то есть, правда, этот Бамблби очень даже хорошо получился. Если вы спросите меня, стоит ли покупать, да, если у вас никакого вообще Бамблби нет, стоит взять по третьему фильму. Да, мы видим здесь пустоту, но, ладно, не критично, не будем придираться, как бы, и так они здесь постарались. Если, например, хотите выбрать, какого именно Бамблби, то надо взять, стоит по первому фильму, да, в виде старой машинки Chevrolet Camaro, если не ошибаюсь, так всё называется, то есть, с тех годов. И, может быть, вот этого, либо, если хотите очень иметь много различных Бамблби, то тогда по каждому фильму. Но этот Бамблби, честно, стоит вашего внимания. Ну, ещё вот в такой позе, то есть, правда, нормально, всё сделано хорошо, он не за толстый, как мне кажется, то есть, мне лично здесь придраться, но особо не к чему, а если есть, то будет, наверное, трудно с моей стороны. Вот такая машиночка, ещё вот такая фотография, и можно сзади прицепить оружие. Ну, конечно, вроде здесь ещё ничего, но тоже я не фанат вот этого дела. Дальше, оказывается, у нас что-то невероятное выходит, то есть, у нас будет, получается, 5 наборов, либо двойные, либо, как обычно, выходит, как бы, да, по стандарту, просто один трансформер и всё в упаковке. Тут они будут запакованы просто в картон, в бумагу и всё, никакой прозрачной пластмассы и так далее, пустоты не будет. То есть, просто запакованный, как бы, подарок, скажем так. То есть, у нас это как команда, подразделение, что ли, называется Рэк и Рулл. Я вообще изначально подумал, что Рэк и Руин, то есть, это сиамские близнецы из мультира кибервселенной, потом вчитался, и смотрю, что нет, это немножко другой. То есть, Рэк и Рулл, и так получается, Рэкеры, что ли, или не совсем Рэкеры. Честно, я не совсем знаю, что и чего-то, если что, распишите, напишите, буду благодарен, чтобы как-то более-менее знать, что вообще чего. Но тут что, у нас вот такие два героя, имена я здесь не особо всех запоминал, писал, но это у нас просто переделанный практически импактор, только голова, если не ошибаюсь, отличается. Может быть, что-то ещё, а также альт-режим тот же самый, получалось у нас такое подразделение Рэкеров, что ли, только с хорошей стороны. То есть, автоботское подразделение, да, Рэкер, если не ошибаюсь, так это, да, как бы по цветам, но неплохо играет, интересно смотрится, необычно, да, хоть повторяющийся вот этот персонаж, но ладно, но зато вот этот герой уже немножко другой. Как бы виде робота, да, очень сильно напоминает предыдущего, палеотрекса, если не ошибаюсь, но альт-режим совершенно иной. То есть, вот такая фотография, но тут немножечко не очень, как мне кажется, суперсверхудачная фотография, на предыдущий как-то он смотрелся гораздо лучше. Виде робота вот так вот, а альт-режим уже немножечко другой динозаврик, не знаю, спинозавр это называется, не спинозавр, я уж честно, хоть энциклопедию динозавров дома имею, но уже давненько в неё не заглядывал, много чего позабыл. Ну, в общем, вот такой динозаврик, кому нравятся очень сильно динозавры, то стоит купить ради этого, чтобы его поставить в таком виде и иметь вот такого динозаврика, да, кому нравятся такие, конечно же, животные, когда-то, которые ходили по нашей планете, конечно же, как бы неплохо, но наши перекрашенные а-ля импакторы, вот такой вот, да, виде робота вот так вот, ну, в целом-то неплохо, но альт-режим вот такой вот танчик. То есть, как бы, мне лично этот танчик не особо нравится, мне лично импактор понравился в виде робота, вот в таком альт-режиме не особо, но здесь то же самое, как бы танк, ну, не знаю, на любителя, а в виде робота, ну, очень даже достойно. Дальше другой у нас, как бы, наборчик, пак, дабл, если не ошибаюсь, двойной, то есть, перекрашенный, что ли, мираж или кто это, ну, голова, понятное дело, отличается, имеется две пушки, пустоты сэкономлены, если есть, то, как бы, либо там, действительно, она должна быть по некоторым причинам, либо она есть, но чуть-чуть и не бросается в глаза. Ну, робот, как робот, как бы, ну, яркий, а альт-режим, ну, вроде бы, такой знакомый, мы уже видели. И вот второй трансформер, который с ним будет, это мамонт, скелет мамонта, и опять же, если кому нравятся такие животные, то ради вот этого стоит купить тогда, конечно же, этот пак, потому что, правда, я бы подобное что-то хотел иметь в виде робота, но тут тоже, как бы, вроде ничего, и он такой, как бы, пол, как будто металлический, как будто, действительно, не из пластмассы сделан, а из чего-то другого, но здесь такое у нас, получается, напыление и так далее, кажется, как будто из металла и так далее, правда, здесь как-то виде робота и виде, альт-режим им больше нравится, чем предыдущий скелет динозавра, здесь, не знаю, как-то, ну, выглядит очень даже хорошо, как будто он не в мамонта будет превращаться во что-то другое, а сам он как будто рыцарь, потому что как-то напоминает, есть некоторые у него здесь темы, но в виде мамонта прям очень даже достойный, то есть, мне лично нравится, я бы хотел бы такой иметь на почке, но, увы, наверное, не получится. Значит, вот такая фотография, тут, конечно, выглядит намного лучше с такого ракурса, ну, хотя, наверное, когда будешь держать в руках, будет, наверное, тоже очень относительно неплохо, но альт-режим вот такой, да, тоже у нас цвета серый, черный, чуть-чуть золотого, скажем так, ну, как бы, ну, нормально, может быть, вживую будет гораздо лучше по фотографиям, то сложно судить, ну, и альт-режим машинки у нас вот такой, да, то есть, как бы, перекрашенный мираж, если не ошибаюсь, плюс-минус относительно. Потом, здесь у нас имеется фотография, где еще неизвестно, кто будет дальше, но на самом деле уже все известно, сейчас мы все разглядим, и, оказывается, когда ты вот так составишь все коробки, то здесь получится интересная картина, и это что-то, ну, необычное. Ну, и сами коробки вот в таком виде, честно, ну, смотрятся очень хорошо, ярко, красочно, красиво, и мы видим, что никакой пластмассы здесь не будет, пустоты не будет, просто упаковка, и, наверное, с какой-то стороны это очень даже хорошо, то есть, товар не повредится, внутри все будет хорошо, безопасно, нормально, не поцарапанно и так далее, чем открыто полетит и всякое такое подобное. И называется у нас эта коллекция Wreck and Rule, то есть, вот такое, получается, подразделение. И следующий у нас Springer, конечно же, как бы, он просто, получается, здесь просто перекрашен, и все, ничем не отличается от предыдущего. Может быть, он здесь как положено выглядит, и все в этом отличие, может быть, а так, как бы, если вы имеете того, то тогда не стоит этого иметь. Не купили того, может быть, стоит этого приобрести, потому что, ну, вроде бы, тоже неплохо, как бы, здесь и сладовый цвет имеется, и серый, и то, что как-то, ну, интересно, смотрятся альт-режимы те же самые, просто отличается цветом, логотип, конечно же, и все, если я не ошибаюсь. То есть, вот такой у нас альт-режим, и вот еще вот такой, то есть, как бы, как вертолет, либо как машинка. Правда, все прикольно, хорошо, но очень мало имеется отличий. Не успели того, покупайте тогда этого. Дальше у нас четвертый, это, конечно же, перекрашенный Балкхед, но не знаю, с одной стороны, может быть, даже этот и лучше получился предыдущего. Хотя, кому не нравится в таянном камуфляже, можно взять, например, обычного. В моем случае, я хотел бы, наверное, приобрести обычного Балкхеда, потому что, как-то, ну, у меня другого шанса и не будет, если вообще, и того смогут приобрести. И плюс, у нашего вот этого нового, как бы, Балкхеда имеется вот такой, как бы, как молот, и мы знаем, что этот молот, ну, относится больше к Breakdown из мультсериала Transformer Prime. То есть, здесь у нас такая, как я, отсылочка, не отсылочка, ну, в общем, как бы, все то же самое. Альт-режим, вот здесь, конечно, гораздо больше и лучше смотрится, ему это гораздо больше подходит, конечно же. Эти оружия частично можно спрятать там, в задней части машинки, что, с одной стороны, очень даже и неплохо. И вот такая фотография, как бы, правда, выглядит все очень даже хорошо. Имеется того, не нужно покупать этого. Не купили того, тогда нужно этого приобрести. Плюс еще, если имеете Breakdown, делюксового, либо еще какого-то, то можно взять и цепить вот это оружие на него, потому что, как бы, ну, ему это больше пригодится. Ну, и вот полная картина. Сейчас мы еще вот такого героя рассмотрим. То есть, вот, мы видим здесь, у нас какой-то имеется, как бы, как герой, не герой, может, тоже как рейкер, что-то такое подобное. Честно, я не особо в курсе. Как бы, не знаю, что имеется в трансформерах группировка, рейкеры и так далее, но там, вроде бы, немножечко другие входили герои, а таких я как-то, если и знал, то не всех. В общем, если вы знаете, уточните, напишите в комментариях. Ну, в общем, если так составить коробки, то образуется такая необычная картина. Это, наверное, с какой-то стороны очень даже прикольно. И Twin Twist у нас, это точно уже рейкер стопроцентный, конечно же. Вот в таких цветах, что-то такое подобное вроде бы выходило. Просто переделали, чуть перекрасили, может быть, чем-то отличается. И плюс еще голова превращается в мини-робота. То есть, получается, у нас еще и Headmaster, если ничего не путаю. По цветам все очень даже неплохо. Играет, мне лично нравится. Альт режим вот такой. То есть, когда-то подобное такое выходило. Ни к чему придираться, конечно, не буду, потому что, ну, вроде получилось хорошо. Похоже, нормально, достойно для коллекции сгодится. Ну и теперь другая серия у нас, конечно же. Это Shattered Glass. Это зеркальная вселенная. Мы когда-то рассматривали Blaster. Только он был в запакованном виде. И наконец-то имеется фотографии. Вот в таком виде, как положено. Как мы всегда привыкли рассматривать трансформеров. Да, мы сможем посадить его с разных сторон. И вот он такой вот. То есть, все то же самое, что в серии Kingdom. И в Legacy вроде бы он еще перевыпустился. Но здесь просто отличается что? Цветами. И как бы это у нас вроде автобот. А на самом деле это DT-ком. То есть, зеркальная вселенная. Как бы, если кому-то очень хочется иметь и такого, и такого бластера. Стоит иметь двоих. Если хотите одного иметь. Может, с какой-то стороны нужно иметь обычного Дживановского. Может быть, и вот этого стоит. Но, как бы, с одной стороны, для вот такой вселенной. Да, зеркальной. Для такой тематики. Может быть, даже по цветам очень даже интересно. Прикольно. Хорошо. То есть, как бы, казалось бы, автобот. А на самом деле он такой мрачный. Здесь имеется такой, как бы, бело-серый цвет. Фиолетовый, черный. И неплохо все выйдет. То есть, те же самые функции имеются. Кассет также имеется, как бы. Артикуляция все вроде бы остается. Все то же самое. Просто в других цветах. Символ в другом цвете. И, как бы, вроде бы все. Больше-то и ничем не отличается. То есть, просто перекрашенная фигурка. Но, хотя, вот здесь вроде бы имеется одно отличие. То есть, тут у нас, как бы, выпирает один пальчик. То есть, как бы, он будет на что-то там, как бы, указывать. Возможно, вот, есть отличия. Но они, вот, прям, мизерные. Ну, и радиоприемник. У нас вот так вот. Правда, прикольный. Можно, например, иметь обычного Дживановска в виде робота. А, например, по вот зеркальной целенной. Странсформирует в альт-режим. Почему бы нет? Я думаю, так было, с какой-то стороны, правильно. Ну, может быть, вот здесь добавилась детализация. Честно, не вспомню, как у того. Но, правда, неплохо, нормально. Но, очень, с одной стороны, и похоже. То есть, вот такой у нас бластер по этой вселенной. Всё. На этом столичка трансформеров. Я думаю, как-то будет больше. Но, на самом деле, вот, столичка вышла. Значит, что могу о них сказать? Правда, очень даже прикольные, достойные новинки. Есть что выбрать. И, действительно, что-то новенькое, как мне кажется, сделали в серии трансформеров. Только остаётся дождаться этих новинок. И, конечно, я не знаю, может быть, что-то это эксклюзивом будет считаться. Может быть, что-то ещё. Но, наверное, не каждый сможет приобрести. И я, тем более. Но некоторые новинки, как, например, серия студии Series, точно должна где-то появиться. И, наверное, сможет практически каждый приобрести. В общем, о них столичка. Теперь давайте снова перейдём к рабочему столу, чтобы рассмотреть, что правильно лего-новинки. Их будут чуть-чуть, но они очень прям офигенные. Так что, снова к рабочему столу. Ну и что же, на рабочем столе у нас лего-наборчик, в который входят практически полторы тысячи деталей. Это у нас египетская пирамида Гиза. Офигеть, что у нас выходит, выйдет скоро. То есть, это серия архитектура. Это из маленьких деталей. Хотя мы здесь понимаем, что здесь маленьких деталей всё равно будет иметься достаточно. Но сама пирамида будет состоять не из совсем маленьких деталей. Но, ладно, это не так страшно. То есть, тут у нас имеется что-то невероятное. Да, это не целая пирамида. Это всего лишь половина пирамиды в разрезе. Но если ты хочешь собрать полноценную пирамиду, ты должен приобрести два набора. С какой-то стороны это логично, с другой стороны это будет дороговато и не каждый захочет. Но, с другой стороны, ты можешь собрать вот такой наборчик, прислонить к стенке и как будто вторая половина где-то там. И всё. То есть, с одной стороны, это, наверное, очень даже неплохой ход. Правда, красочный, яркий наборчик. Офигенный, исторический. Кому нравится тематика египетская. Например, как мне. Правда, этот наборчик очень даже сгодится на полочке. Если вы играли, например, в игру Assassin's Creed Origins, очень даже прям сгодится этот наборчик. Потому что там, правда, игра про Египет. Хоть, может быть, уже немножко Assassin's Creed там не совсем такой. Но всё же атмосфера прям ощущалась. И этот наборчик прям будет такое мини-воспоминание. Да и просто, если вам нравится Египет, вот эта вся культура и так далее, очень пригодится этот наборчик. Тем более, действительно, этот наборчик у нас 18+. То есть, это не совсем детская какая-то штучка, игрушка и так далее. Правда, уже такая взрослая вещь коллекционная. И стоит, вроде бы, будет 160 евро. Не знаю, дорого или недорого. Я бы, наверное, сказал бы, это ещё относительно терпимо за такую вещь историческую. То есть, она у нас будет открываться внутри. Мы сможем, как бы, посмотреть, как её строили, получается. Мы ещё сможем здесь увидеть разрез, то есть, гробницы и так далее. То есть, у нас длина, если не ошибаюсь, 35 см. А высота 20, если не ошибаюсь. Как бы, ну, не маленькая постройка. Тут у нас Энил, если не ошибаюсь. То есть, да, будут протекать мини-кораблики, дома, мини ещё, как бы, пирамидки и так далее. То есть, здесь имеется много всего и домики ещё. То есть, всё как положено, так же, как и в игре. То есть, я вспоминаю игру и наши вот эти часы. Потому что это, вроде бы, тогда играли роль часов. То есть, вот, у нас ещё табличка будет иметься. The Great Pyramid of Giza. То есть, ну, нормально, классно, красиво. Как бы, беленько. Тут у нас песочный цвет, это голубенький цвет и так далее. То есть, правда, всё обалденно, классно сделано, миниатюрно. Но имеется ощущение, что, да, действительно, здесь город. Здесь мини-пирамиды. Там вход, там ещё что-то. То есть, правда, очень офигенно, приятно сделано. Вот так всё будет раскрываться. Внутри мы здесь можем увидеть, как она и пирамида строилась. Ну, и тут тоже у нас имеется некоторая детализация. То есть, так будет она подниматься, опускаться. Можешь как угодно разместить, конечно же. Тут тоже есть детализация, как будто здесь можешь пройти и так далее. То есть, правда, здесь они очень сильно постарались. То есть, LEGO здесь вы молодцы. Значит, получается, наверное, создатель. Он показывает, что можешь, да, взять, купить две пирамиды. Сделать вот так вот. Одну, например, поставить, как будто она всё готова. Другой набор собрать. И показать, как она выглядит в разрезе, полусобранной и так далее. Как бы, да, всё правильно. Но это будет дороговато перебором. И не будет хватать мест. Потому что, правда, ну, займёт, наверное, сантиметр 70 или 80. То есть, правда, ну, это очень много места нужны. И каждое такое пойдёт. Одной, естественно, половинки будет достаточно. Теперь, не менее офигенная другая новинка. То есть, нам говорили, сообщали, что что-то будет по трансформерам. Лего, трансформеры, что, да чего-то, серьёзно, да как-то. А на самом деле, да. Вот вам дживановский, настоящий дживановский Optimus Prime в Лего. Мы понимаем, что трансформеры это тоже пих-пах, ой-ой-ой. Там кровище, там ещё что-то. Ну, не кровище, а энергон и так далее. Но всё-таки решили сделать. То есть, это у нас по-самому, получается, первом поколении. Optimus Prime 1984 года. Ну, и можно, наверное, считать 1986. То есть, вот такую вещь мы получим, получается, 1 июня. Может быть, не совсем с 1 июня, плюс-минус. Тут также будет иметься 1500 деталей. Но будет стоить 170 евро. Кто-то скажет, дорого-недорого, я, может, не знаю. Но тоже, может, цена чуть и кусается. Но, кому, правда, такая вещь очень нравится. Хотелось давно, чтобы был Optimus Prime, был трансформер. Неважно, какая, Optimus, не Optimus. Просто трансформер в LEGO, который ещё будет трансформироваться. Он, наверное, будет готов отдать любые деньги. Я, в целом-то, не против потратиться столько, 170 евро. Честно, это очень даже интересная, достойная вещь. Высота фигурки, если не ошибаюсь, если память не изменяет, 35 см высотой. Правда, ну, достаточно высокая фигурка. Дальше. Мы ещё здесь получим много аксессуаров. И самое, что, как бы, наверное, классное. Тут имеется мало открытых пинов. Сделано, проработано очень даже всё хорошо. Особенно ноги, ну, шикарно сделано, как и в мультике. Тулочи, ну, тоже в целом-то нормально. Руки, ну, нормально тоже. Оружие тоже всё неплохо. Но, может, соглашусь вот с некоторыми, что голова, да, выбивается. То есть, да, они постарались сделать по максимуму. То есть, вы молодцы. Но если бы что-то было как-то, не знаю, другой способ, другие детали, может быть, вышел бы намного лучше. Но, хотя и тоже так неплохо. То есть, я такую хотел бы иметь фигурку. То есть, не стыдно, выйдет хорошо, нормально. То есть, я не знаю, к чему тут придираться. То есть, нормальный, дживановский, оптимус, правильно, из первого поколения, из того, чего всё как бы началось. Не было бы первого поколения, не было бы ничегошеньки. Это стоит запомнить. Значит, у него будет иметься матрица лидерства. Будет у него здесь грудная часть открываться, как и положено. Классно, офигенно. Да, сама матрица выглядит очень банально, просто странно, кто-то скажет, соглашусь. Но, как ещё иначе показать? Как бы можно было как-то заморочиться, но, наверное, это сложно с другой стороны. Но голова, как бы, ну да, они постарались. Похожи. Но, если бы как-то вот здесь, может быть, по-другому, может, вот эту часть серединную, да, самую главную, лицевую, по-другому сделать, может, смотрелось бы лучше. Но, что есть, то есть, тоже очень-то и неплохо. Значит, здесь у нас почему-то в оранжевом цвете, на самом деле в красном цвете. Я думал, что это арк автоботов, а на самом деле нет. Это как бы а-ля джетпэк Оптимуса Прайма. Имеется бластер Оптимуса Прайма, достаточно хорошо выглядит и сделан. Ну и, конечно же, топор Оптимуса Прайма, энергоновый куб и матрица лидерства. То есть, по аксессуарам очень даже неплохо. И табличка также имеется. То есть, там даже имеется а-ля технические характеристики. Ну и ещё сменная деталь имеется, если не ошибаюсь, на вот эту часть. То есть, это, видимо, в виде робота, нужно использовать это в виде машинки. Сама машинка, ну, получается, очень даже восхитительно похожа, нормально, красиво выглядит. Нету особо каких-то щелей, дыр. Да, здесь проглядывается матрица лидерства, ничего страшного. Так, всё очень даже относительно хорошо, достойно, прикольно. То есть, вид сверху. То есть, мы здесь видим, всё заделано. Да, имеется некоторые щели, ну и обычных трансформеров эти щели имеются. А так, всё очень даже офигенно, круто. Ну и трансформацию из вот такая. То есть, получается, голова будет перекручиваться на 180 градусов. Значит, сама голова будет шевелиться. Артикуляции здесь, конечно, будет иметься достаточно. Как бы у нас ещё и стопы убираются. Очень даже прикольно. Передняя часть тоже тут у нас будет подниматься, опускаться, оттопыриться, отгибаться, сгибаться и так далее. Руки тоже будут немножко выпирать. То есть, как бы, наверное, они постараются ещё и повторить G1-овскую трансформацию, как это было в мультике. Если, правда, они на это смотрели, то вышло, ну, прямо вот так вот. То есть, достойно. Вот такая была, как бы, рекламка. Анонс, что It's Lego Optimus Prime Time. То есть, время Optimus Prime. И, как бы, у нас он будет в июне этого года. Вот такая коробочка. Ещё раз. То есть, правда, ну и коробка офигенная. То есть, не стоит её выкидывать, потому что, ну, тоже значимость, ценность какую-то будет, наверное, придавать. Значит, на обратной стороне мы видим, что вот он видеоробота. Это мини-трансформация и альт-режим. Аксессуары. Можно нацепить. Jetpack можно не нацеплять. Значит, высота, если не ошибаюсь, 5 сантиметров. А в ширину 18 или 19, скорее всего, 19 с половиной сантиметров. То есть, правда, ну, фигурка достаточно огромная. И должна быть, ну, точно она устойчивая. То есть, здесь имеется немало конструктора. То есть, правда, должно всё устойчиво быть. Если он будет, ну, очень такой хлипкий, то, правда, фигурка упадёт. То есть, здесь они, наверное, подумали. Значит, вот так можно топор нацепить на его руку. Наверное, любой. И ещё немножечко новинок. Это у нас LEGO City, конечно же. То есть, вот такой наборчик, оказывается, тоже выйдет летом. Это продолжение тематики. То есть, что-то такое подобное когда-то выходило. Только здесь в обновлённом виде. Ну, вот автобус с синенькими, правда, нравится. Вот это автобусом можно назвать. Не то, что в LEGO City. В этом наборе, где школа и автобус. То есть, правда, вот этот автобус очень уже классно. Мне нравится. Ну, станция как бы, ну, станция как станция. В целом-то неплохо. Дополнит. Но ничего такого вау я здесь не вижу. Может кому-то, правда, пригодится по скидочке. Вот такой наборчик у нас выйдет. Ну, и ещё последнее, что мы сегодня рассмотрим, это аттракцион, конечно же. Как бы такое подобное мы видели в разных других сериях, да, в различных. Мы видели и в Friends. Возможно, во Friends вышло намного лучше. Но для City, может быть, сгодится. В Creator также ещё напомню. Для City, может быть, с какой-то стороны простенько. Но если уж что-то, чего-то хочется, то можно и такое приобрести. И скажу, что это прям ужасный набор. Да, он, наверное, невосхитительный. Но, с другой стороны, неплохой ещё можно купить. Как бы, ну, передняя часть машинки, ну, примерно такая же, как и у предыдущих. Ну, наклейки, может быть, дополняют. Ну, дизайн тут немножко другой. Ну, как бы, не знаю, что-то похожее выходило. Сам прицеп, понятное дело, будет простенький. Вся прелесть здесь в том, что имеется аттракцион, качельки. Можно что-то покрутить и так далее, и всё. Вот такой наборчик, как бы. Ну, он ещё будет складываться, как положено, аттракционы складываются. Как бы, я не знаю, набор, может быть, с какой-то стороны, и спорный. Но, говорит, что он прям ужасный, фу, мне вообще не нужно брать. Я не соглашусь с таким мнением. Стоит взять, ну, тогда по очень даже хорошей скидке. Только если так делать. И кому очень нужно что-то такое подобное, если, например, ты делаешь Лего Город. Вот и всё. То есть, вот такой наборчик выйдет летом. Вот ещё картиночка показывает, что здесь будут у нас вращаться. Как будто, а-ля музыка и так далее. Ну, хотя бы механизмик имеется, то есть, ты можешь вращать, как барабан, да, и у нас будет акцион работать. То есть, ну, и тематика такая космическая, инопланетяне и так далее. То есть, с одной стороны, набор может быть и неплохой, а временами может быть и спорный. Вот такой наборчик нас ожидает лет. Всё. На этом столичка новинок, конечно же. Мы рассмотрели новых трансформеров в немаленьком количестве и немножечко Лего. Если обобщить всё, что мы сегодня видели, правда, очень даже достойные новинки. И как у трансформеров, то есть, правда, на любой вкус берёшь это, это, это. То есть, правда, ну, есть странные трансформеры, но в основном очень даже достойные. И в Лего всё очень даже хорошо, то есть, и этот набор стоит взять, и этот стоит взять, ну, и, может, насчёт этого подумать и так далее. То есть, правда, сегодняшний выпуск получился очень даже хорошим, насыщенным, приятным и неожиданным с какой-то стороны. Трансформеры добрались и до Лего. Замечательно. Может быть, какие-то ещё наборчики в будущем будут. Это я, конечно, не знаю, но надеюсь, что что-то ещё такое будет. Потому что, правда, данный набор очень сильно зайдёт. Всё. Пока что столичка. Буду собирать другую, конечно же, информацию. Всё. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал. Нажмите обязательно на лайк для поддержки. Также на колокольчик. Что мне пропустить на самые свежие видео, конечно же, вывести в новых свежих видео и в рубрике InGWAR News. А пока что, всем всем удачи и всем пока.